Приветствую коллеги, это Тикмеланалитика и сам я, Артур Идиатурин. Как и в случае с финансовым кризисом 2008 года, коронакризис у нас сопровождается стремительным ростом долговой нагрузки в мире, активно занимает как частный, так и государственный сектор в 2020 году. Сегодня мы рассмотрим основные последствия этого процесса и сделаем, возможно, неожиданный для кого-то вывод, что это позитивно для фондового рынка, так как у инвесторов сокращается набор инвестиционных альтернатив и акции становятся все более выгодным центром, будем так говорить, притяжения капитала. По расчетам Международного валютного фонда у нас частный сектор сгенерировал за первые полугодия 2020 года 5 триллионов долларов нового долга, сгенерировал через прямое и непрямое каналы финансирования, то есть банковское кредитование и выпуск корпоративных облигаций. Это у нас два основных вот этих канала, через которые был долг этот сгенерирован. Предполагаю, что задолженность частного сектора увеличится еще на 2 триллиона за второе полугодие этого года. В сумме прирост долга за 2020 год у нас составит 9% мирового ВП, именно прирост долга частного сектора. При этом, если мы учитываем, что мировая экономика у нас сократится на 5% в этом году, отношение долга к ВП у частного сектора в мире подскочит со 155% до 173%. Такой вот резкий рост у нас произойдет долго у частного сектора в мире. Если мы говорим о государственном секторе, то, естественно, произошла у нас сильная, существенная фискальная такая поддержка со стороны многих правительств. В ответ на кризис правительства решили потратить 9 триллионов долларов или 12% от мирового ВП. У нас мирового ВП составляет 76 триллионов долларов в ценах, наконец-то, 2019 года. Значит, примерно половина из этой поддержки, она представляла прямую бюджетную поддержку. Другая половина у нас была направлена в виде государственных кредитов, увеличения госучастия в различных акционерных капиталах, в различных гарантиях и других квази-фискальных мерах. С учетом того, что ВП выжидается, упадет на 5%, отношение госдолга к ВП у нас вырастет с 88% до 105%. Значит, если мы суммируем, получается, долг обоих секторов, у нас он примерно подскочит до 278% именно отношения долга к ВП. Вот такой вот резкий вот рост у нас произойдет в 2020 году, отношение долга к ВП. Суммарно, в абсолютном выражении, толчок составит, вот такой вот рост долгового времени, да, у нас составит 16 триллионов и перевалит за 200 триллионов долларов уже. А значит, вот этот прирост, который будет в 2020 году, он составит, получается, 35% по сравнению с прошлым годом. И это даже существенно выше, чем прирост, который наблюдался во время предыдущего кризиса. Значит, тогда у нас прирост в этом показателе в отношении долга к ВП у нас остался в лишь 20%. Естественно, это произошло потому, что, во-первых, мировая экономика выросла, во-вторых, государства отреагировали намного более агрессивнее, они решили не ждать, а действовать превентивно, да, и также можно заметить, что, как бы, глубина шока от коронакризиса, она, естественно, была, наверное, сильнее, была бы сильнее, да, если бы правительство ничего не делали, если мы будем сравнивать этот шок с шоком финансового кризиса 2008-го, то, скорее всего, он был бы сильнее, если бы правительство не среагировало. Именно поэтому мы видим такое резкое увеличение, наращивание, накопление долга, объемом изменения, которое состояло 35%, и это должно иметь некоторые последствия, о которых мы сейчас поговорим. Значит, во-первых, рост долговой нагрузки, он, скорее всего, у нас вызовет устойчивый рост доли сбережений в доходе у частного сектора, так как частный сектор у нас будет вынужден направлять чуть большую долю доходов на обслуживание и погашение долга, так как, собственно, долг у нас резко вырос, поэтому у нас вот таким компенсационным механизмом будет увеличение направляемой доли доходов на вот это обслуживание и погашение этого долга. Если мы пытаемся посмотреть в прошлом, да, вот, понаблюдать, бывало ли у нас такая зависимость, да, между тем, что когда растет долг, да, вот, и затем у нас происходит увеличение доли сбережений, то вот у нас картинка, на которой изображена, собственно, кривая доля сбережений в доходе, это у домохозяйств США, и, значит, их долг к ВП, у домохозяйств США. Значит, собственно, у нас долг вырос, получается, от 2008 года и составлял примерно 100% от ВП, как мы видим. Здесь у нас доля сбережений в доходе у нас снизилась, и, как мы видим, чтобы погашать долг, чтобы его обслуживать, да, домохозяйства были вынуждены увеличить долю сбережений в доходе, мы видим, что у нас доля сбережений увеличилась, увеличилась в то время, как домохозяйства у нас расплачивались по долгам, да. Вот этот процесс погашения и обслуживания долга после его увеличения, он действительно, как мы видим, сопровождался тем, что уровень сбережений в домохозяйств, он увеличился. Естественно, домохозяйствам приходилось экономить, да, чтобы вот погасить долги, чтобы снизить свое отношение, своего долга к ВП, уровень сбережений у нас вырос примерно с 4% до 8%. Вот здесь, видно, активно у нас рост, рост он более чем, выше чем 10% он у нас был, да, в одно время, потом он снизился, но опять он у нас начал расти, и вот составлял примерно на конец 2019 года примерно 8%. То есть, это у нас зависимость действительно наблюдается, и о чем она говорит. Когда у нас растут сбережения, доля сбережений в доходах домохозяйств, соответственно, снижается доля их расходов, а снижение, собственно, расходов у нас вызывает снижение совокупных доходов, то есть, если потребители потребили меньше, фирмы продали меньше товаров, получается меньше товаров и услуг, выплатили меньше зарплат, и из этого следует, что совокупные доходы у нас тоже снизились. Отсюда следует, что невыгодно, если мы говорим о населении в целом, о потребителях в целом, невыгодно на самом деле для всех, если потребители увеличивают долю сбережений, как мы видим, вот эта вот такая тенденция, да, она, по сути, должна у нас давать некоторый потолок, создавать, точнее, дополнительный фактор, который вот ограничивает рост ВП. Как раз-таки из-за того, что пока домохозяйства должны выплачивать, должны расплачиваться по долгам, погашать долг, они не могут тратить больше, соответственно, рост ВП этим ограничивается, также ограничивается инфляция, собственно, это известно, такой феномен у нас известен, как парадокс сбережений, когда рост сбережений вроде бы для отдельного человека, для отдельного потребителя, он должен положительно сказываться на его доходе, так как рост сбережений у нас увеличивает, для его богатства, получается. Но, если мы говорим о населении в целом, потребителях в целом, об экономике даже в целом, это ведет к снижению, получается, их доходов, а затем приводит к тому, что нужно снова увеличивать долю сбережений, поддерживать вот в абсолютном выражении, да, вот долю сбережений на таком же уровне. Вот такой вот у нас парадокс. Поэтому, собственно, невыгодно, когда население в целом у нас начинает сберегать, невыгодно, когда у нас вот такая тенденция проявляется. Вот. И сейчас, собственно, так как резко вырос у нас отношение долга к ВП, у домохозяйств, как я уже сказал, в первом полгодии 5 триллионов долларов, потом еще 2 триллиона долларов. В итоге мы имеем резкий рост долга, и из этого мы можем ожидать, что уровень сбережения домохозяйства у нас дальше, скорее всего, продолжит расти, так как домохозяйствам придется, собственно, погашать долги и расплачиваться по долгам. Да, это у нас негативная тенденция, это негативно для ВП, для инфляции. Вот. А во-вторых, да, если мы говорим о втором последствии, значит, центральные банки, они, естественно, вынуждены создавать у нас условия, чтобы позволять правительствам, да, поддерживать высокий уровень долга, да, который они накопили, без угрозы для фискальной политики, без угрозы для их финансов, доходов и расходов, да. Чтобы оставаться для правительства на безопасной траектории накопления долга, есть такое вот очень грубое правило, значит, процентная ставка по гособлигациям, да, она не должна длительное время превышать темп экономического роста в стране. И чем выше долг ВП, тем больше у нас государство заняло, как мы наблюдаем, чем больше у нас мир, правительство заняли, тем сильнее это правило работает. Соответственно, правительствам важнее придерживаться этого принципа, поэтому на центральной банке они должны будут, они вынуждены будут у нас ограничивать, получается, рост процентной ставки по гособлигациям путем того, что они будут постоянно генерировать спрос на эти облигации, чтобы ставка не росла. И должны будут сдерживать рост этой ставки и желательно ниже, чем рост ВП, чем экономический рост, тогда правительства смогут дальше безопасно занимать или даже погашать свой долг именно безопасно. Вот такое у нас существует правило. То есть, собственно, с учетом вот этого фактора, который мы сейчас обсудили, то, что у нас увеличение доли сбережений идет к тому, что прогноз ПВП снижается, это дополнительно создает аргумент для центральных банков содержать ставки на низком уровне, как раз таки для того, чтобы не возникала угроза для фискальной политики у государства. В-третьих, да, если мы говорим о том, как генерация долга у нас приводит к росту ликвидности, то есть к экспансии денежной массы, да, М2 у нас денежный агрегат такой есть, когда у нас происходит, собственно, денежная экспансия, у нас расширяется, мы говорим о том, что увеличивается у нас денежная масса, агрегат М2. И, естественно, генерация вот этого всего огромного долга, которое у нас в 2020 году происходит со стороны частного сектора, со стороны госсектора, она должна как-то, да, отражаться в том, что увеличивается у нас эта денежная масса, расширяется она у нас. Значит, в случае банковского кредитования, да, если мы говорим о прямом способе увеличения денежной массы, значит, банк, когда он у нас выдает кредит, он одновременно создает под него депозит, да, для заемщика, который затем заемщик у нас тратит, направляет там эти средства на свои нужды, да, и так у нас, собственно, происходит расширение денежного предложения. Если у нас банк начинает кредитовать, если увеличивает он кредитование, значит, увеличивается объем депозитов, как раз-таки объем депозитов, как известно, это у нас часть, это у нас компонент денежной массы. Собственно, так происходит у нас увеличение денежной массы прямым способом. Когда банки у нас запускают кредитование, увеличивают это, ускоряет рост денежной массы. Собственно, политика снижения ставок со стороны ФРС и других центральных банков, она приводит к тому, что резервы коммерческих банков, они увеличиваются, это должно, по идее, стимулировать их увеличивать также кредитование. То есть центральный банк таким образом создает условия для коммерческих банков, чтобы они увеличивали кредитование, чтобы расширялась вот эта денежная масса. Рост денежной массы, значит, не банковским способом, он у нас происходит тогда, когда правительство у нас реализует свой долг на рынке, инвесторы, частные банки и так далее покупают, собственно, этот долг, затем ФРС, выкупает, получается, у инвесторов этот долг, выкупает каким образом, он создает новые деньги, он зачисляет на счет инвесторов и забирает у них, получается, вот эти облигации. Вот, собственно, увеличиваются таким образом денежные остатки на руках. Инвесторов, как мы видим, вот эти два способа, как мы видим, одна сторона у нас это увеличение как раз-таки долга, о котором мы говорим, долга частного сектора, долга государственного сектора, а другая сторона именно той же монеты, как мы с вами сейчас разобрали, это как раз-таки увеличение денежной массы, увеличение денежных остатков на руках инвесторов. То есть о том, что мы сегодня говорим о резком росте долга у частного и у государственного сектора, как мы сейчас разобрали, это все сопровождается тем, что растет у нас денежная масса на руках инвесторов, растет объем наличности, который они держат на руках. И естественно объем наличности этот нужно куда-то девать, так как у нас деньги имеют нулевую доходность, инвесторам получается все равно невыгодно держать средства, большую часть своего богатства именно в деньгах, и поэтому они при любом удобном моменте должны по идее рассматривать другие классы активов, таких как облигации или акции. Собственно по облигациям, как мы сейчас знаем, у нас подавленная очень низкая доходность и единственной другой альтернативой у нас остаются именно акции. Так вот, по расчетам JP Morgan, американского банка, они посчитали, что объем вот этой денежной наличности, денежных остатков на руках инвесторов, он у нас резко возрос примерно до 39%, вот когда бегство в кэше у нас было в марте. Затем вот незначительно он снизился дальше уже ближе к лету получается 2020 года, при этом у нас фондовый рынок, как мы знаем, вырос в США на 40% отскочил. Но вот такое вот неожиданное наблюдение, это произошло как раз таки не за счет того, что... Это произошло как бы за счет того, что да, часть инвесторов бежала в акции на тонком рынке, да, у нас произошел вот такой вот рост. Но большая часть инвесторов, как у нас вот почитал JP Morgan, еще остается в кэше, еще держит кэше, потому что, как мы видим, объем денежных остатков в портфелях инвесторов, он достаточно высокий, да, он занимает вот... Он выше, получается, уровней, которые были вот с 15 по 19 год. Они составляли у нас 36-33% примерно, вот в таком диапазоне колебались, затем произошел рост, но, как мы видим, рост фондового рынка, да, у нас произошел без снижения денежных остатков вниз вот сюда. То есть получается, это мы можем сделать вывод как раз таки, что из-за того, что у нас доходность подавляется по облигациям, происходит рост резкий денежной массы, да, Все вот эти факторы в совокупности, они у нас ведут к тому, что сужается выбор альтернатив возможных инвестиционных для инвесторов, да, и так как вот эти накопленные денежные остатки у нас еще есть, фондовый рынок у нас уже вырос, причем без участия этих денежных остатков, получается, что на самом деле потенциал этого роста еще как раз таки не исчерпан, Как раз таки из-за того, что вот этот рост резкий денежной массы, да, который у нас произошел, он у нас, ну, позволяет дальше ожидать, что рынок будет расти, да, как раз таки из-за того, что акция это вот единственная, это худшая, будем так говорить, лучшая из худших, получается сейчас альтернативы инвестиционные. Вот, это все, что я сегодня хотел разобрать по толковому пузырю, по фонду рынку, надеюсь, вы излили какие-то также выводы для себя, буду рад услышать ваши вопросы и комментарии к этому видео, готов к дискуссиям, к ответам на ваши вопросы. На сегодня у меня все, спасибо за ваше внимание, увидимся в среду.